Наше мероприятие начнется рано. В этом году первое мероприятие пройдет 28 августа. Большой акцией, которая была инициирована общественным движением вместе с президентом, эта акция посвящена 25-летию замечательного коллектива Хор Турецкого. И вот на Казани-арене в 19 часов мы ожидаем наших горожан, любителей красивой песни, на красивую концертную программу Хора Турецкого. 29 числа впервые на Кремлевской набережной пройдет этнический фестиваль, фестиваль культур народов, проживающих в Республике Татарстан. Это мероприятие организовано ассамблеей народов, проживающих в Республике Татарстан. И мероприятие интересно тем, что наши горожане с удовольствием смогут поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт, а также, конечно же, посмотреть выставку прикладного творчества наших народов, которые проживают в Республике Татарстан. 30 числа мероприятие начнется с утра. Утром в ратуше мэр города Казань Ильсу Райцевич Медшин проведет торжественное собрание, посвященное Дню города. И там будут чествовать наши горожане, которые добились серьезных успехов за этот год. А дальше на все категории наших горожан будут организованы мероприятия. В первую очередь это для детей. В парке Горького мы ожидаем всех на празднике тайны Старого парка. Если дети, естественно же, придут со своими родителями, а родители любят спорт, то мы ждем всех на стадионе Трудовые резервы, где будет организован большой спортивный праздник. В этот день любители литературного творчества, поэзии смогут насладиться традиционным уже нашим мегапроектом «Литературный дворик» также в парке Горького. Все эти мероприятия пройдут с 11 до 2 часов дня. Параллельно в 11 часов в парке Победы пройдут патриотические мероприятия. И эти мероприятия уже связаны с более старшим возрастом наших подрастающего поколения, тинейджеров, как мы говорим. Это различные экстремальные виды, это соревнования по воркауту, это соревнования по судомодельному, авиамодельному спорту. И, конечно, можно будет просто покататься на роликах, скейтах. И мы хотели даже организовать гонки на самокатах. Что касается более старшего поколения и любителей народного творчества, то в Старой Татарской Слободе в 12 часов дня всех ждем на фестиваль «Играй гармонь». Параллельно также 30 числа в 11 часов дня мы ожидаем всех на грандиозном автоспортивном шоу «Казан Сити Рейсинг», который состоится на площади Тысячелетия с 11 до 15 часов. В 15 часов всех любителей скачек мы ожидаем на Казанском ипподроме, где пройдут скачки на приз президента Республики Татарстан. И, конечно, основной площадкой, которую мы в этом году организовали для всех горожан и гостей столицы, конечно же, станет «Казань-арена». Уже с 12 часов дня впервые силами военного казанского гарнизона будет организован большой концерт, посвященный службе вооруженных силах. Служба по контракту – это ваш выбор, называется это мероприятие. И вот силы, творческие коллективы военного гарнизона приглашают всех казанцев. С 15 до 18 часов на этой же площадке «Казань-арена» будет организован большой концерт «Татар-радиусы», в котором любители именно татарской эстрады найдут себе замечательное место отдыха. С 18 часов на «Казань-арене» мы уже ждем молодую аудиторию и также всех любителей эстрадной песни. Здесь нас ожидают победители конкурса «Созвездие Елда-Злык», а также победители в фестивале «Студенческая весна». Ну а вечером мы всех ждем на великолепные выступления наших звезд. Мы ожидаем Юрия Антонова, группу «Астодия» и, конечно же, звезд татарской эстрады. И любители оперного искусства в 20 часов около Дворца земледельцев смогут насладиться пятым оперным фестивалем «Казанская осень», где будет выступать оркестр под руководством Александра Сладковского. И мы ожидаем также оперных звезд. К нам приедут солисты оперного театра, Большого театра и Мариинского театра. Ну а в 22.00, конечно же, небо нашего города украсит праздничный салют. Продолжение следует...